Почему ты и другие ваххабитские блогеры ничего не сказали об освобождении Карабаха? Что я еще должен был об этом сказать? Я же вроде бы прокомментировал, поздравил с этим Азербайджан. Что еще надо было сказать такого ответа? Что делать с Хамас, когда задается вопрос? На этот вопрос не может быть ответа. Давай замочим всех палестинцев в Газии. Понимаешь? Ни при каком раскладе. Надо делать все, что угодно. Как угодно надо решать проблему. Но немецкий солдат, германский рейх, ты сравниваешь несравнимые вещи, потому что нацистами вас не называли. Раз ты сам о себе так сказал. Нацистами называли сами себя. На тот момент немецкая власть, национал-социалистическая партия называла сама себя нацистами. Поэтому это не их называли. А мы, если мы говорим о чеченцах, никогда сами себя террористами не называли. На нас повесили. Поэтому это разные вещи. По поводу спепуляции... Значит, перейдем к... К главной теме этой недели. Это события на Ближнем Востоке. Израиль-Палестинский конфликт. Ужасные просто события сейчас происходят в Газии. Газу стирают свеца земли. Уже более трех тысяч погибших мирных людей в Газии. Невозможно провести какую-то военную операцию в Газии, которая бы не повлекла за собой огромное количество жертв. Потому что на относительно небольшом участке клочке земли находится более двух миллионов людей проживает. И это настолько плотная... Ну, там настолько сильная плотность населения, что просто невозможно себе представить, чтобы там скинуть, допустим, какую-нибудь бомбу, ракету, и чтобы при этом не погибли ни в чем не повинные люди. Да, безусловно, там есть и члены Хамаса. Но из этих двух с лишним миллионов проживающих там людей в процентном соотношении хамасовцы будут... Это ноль, 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 там сколько-то процентов. Очень мало. И вот, когда цена уничтожения хамасовцев, ценой этого уничтожения является огромное количество ни в чем не повинных людей, мирных детей, женщин, то это та цена, которая для меня представлялась недопустимой. И я себе это представлял так, что бы, вот как бы там ни происходило, какими бы ни были цели и задачи, но цивилизованный мир должен в первую очередь смотреть на детей, которых вытаскивают мертвыми из-под завалов, на родителей, которые теряют этих детей, на детей, которые теряют родителей, на братьев, теряющих своих сестер, на сестер, теряющих своих братьев, понимаете? Каждую, каждую фотографию, каждое видео брать и сопереживать и в первую очередь обращать на это внимание. Но я увидел такое проявление двойных стандартов, такое двуличие тех, кто казался либеральных, тех, кто казались людьми либеральных взглядов, которые постоянно, вот я этих людей в мониторию, не первый раз вижу, это различные журналисты, это, кстати, не отдельные какие-то люди, а это целые каналы, на которых работают журналисты, команды огромные, и все как один стали какими-то людоедами. То есть, вот эта ситуация, происходящая сейчас между Израилем и Палестиной, она скинула маски с этих людей, с различных экспертов, политологов, которых постоянно нам представляли людей как либералов, людей либеральных ценностей, людей, которые ставят выше всего жизнь человека. Когда стоит вопрос жизнь одного человека или безопасность сотен тысяч, они становятся на сторону жизни этого одного человека. Вот такие были люди. И сейчас мы видим, что они стали просто какими-то кровопийцами, людоедами. Они такие вещи сейчас говорят, пишут, постят, они оправдывают убийство. При этом никто им не говорит, что они должны не должны осуждать Хамас, допустим, их нападение. Любое. Просто понимаете, вот я, как человек последовательный, я не могу допустим осудить нападение на ни в чем не повинных людей со стороны Хамаса, допустим, убийство мирных израильтян хамасовцами и не осуждать, точнее наоборот, не осудить убийство мирных людей хамасовцами и осуждать убийство мирных людей израильтянами. Так не может быть. Если ты осуждаешь одно, то из этого следует и следующее. А если ты не осуждаешь одно, тогда у тебя не должно возникать вопросов, почему другие не осуждают, точно так же, как и ты. Понимаете, такова логика здравый смысл. Если ты считаешь для себя позволенным убивать ни в чем не повинных людей, то когда будут также убивать в ответ дорогих тебе ни в чем не повинных людей, будь добр, не возникай. И я бы именно так поступил. Если бы я, например, оправдывал бы убийство мирных израильтян хамасовцами, я бы не задавал никаких вопросов, когда убивают мирных людей в Газе. Но я осуждаю, для меня недопустимо, когда убивают мирных людей, ни в чем не повинных людей, когда их расстреливают, когда в отношении этих людей применяется вообще какие-то правила, точнее, когда они воспринимаются как военные цели, мирные люди. Я это для себя не принимаю, поэтому для меня не проблема осудить и то, и это. Для меня все это неприемлемо. Но что я вижу? Я вижу, что вот эти журналисты, каналы, всевозможные там нет войне активисты, которые все это время убеждали меня, меня и своих зрителей, в том, что жизнь каждого человека это, она бесценна, что нужно обращать внимание именно на это, что нужно говорить о том, что умирают мирные люди. Когда Азербайджан восстановил суверенитет над своей территорией, эти каналы нам показывали бедных армян, которые покидают Арцах, как они говорили. Они даже называли эту местность, Карабах, называли ее Арцахом. И говорили, что вот смотрите, что происходит. Армяне покидают, вынуждены покинуть места, где они жили все время. Заметьте, их там никто не бомбил, их никто там не убивал. Армяне, Карабаха, сами не захотели жить под властью азербайджанцев, добровольно решили уехать оттуда. И это нам показывали как великую трагедию. Я ничуть не уменьшаю, да, безусловно, для людей покидать свои места, где они обитали, это, конечно, для них трагедия. Но они делают сами этот выбор, потому что не хотят жить под властью Азербайджана. Азербайджан их не бомбит, их не убивает, сотнями детей, женщин не умирает в Карабахе, как это происходит сегодня в Газе. И вот нам постоянно показывали этих армян, а когда каждый день начали утюжить газу, убивать ежедневно сотнями детей женщин, эти люди показывают, говорят нам об этом с обязательным упоминанием того, что это ответное, это действие Израиля в ответ на атаку. Представляете, оказывается, какое есть волшебное слово, то есть перед тем, как рассказать о том, что происходит убийство ни в чем не поминенных людей, оказывается, нужно было просто до этого поставить волшебные вот эти несколько слов, сказать, что это делается в ответ на атаку. И сразу эти события превратают совершенно иной окрас. Они уже воспринимаются совершенно по-другому. Оказывается, надо было говорить, что захват, не просто захват школы в Беслане надо было говорить, а захват школы в Беслане в ответ на вооруженное вторжение России в Чечню. Смотрите, совершенно по-другому новость зазвучала. Не захват заложников в Норд-Осте, а захват на заложников в Норд-Осте в ответ на вооруженное вторжение России в Чеченскую республику Ичкерия. Оказывается, вот как надо было эти новости все преподносить. И сразу же погибшие дети, заложники, которые страдают, мирные люди, погибающие ежедневно, это все сразу же как-то по-другому. Это уже не выглядит тогда недопустимо. Я посмотрел сегодня интервью бывшего премьер-министра Израиля Эхуда Ольмерта. Я его опубликовал у себя в Телеграм-канале. Я рекомендую вам посмотреть это интервью. Оно меня очень приятно удивило тем, что израильтянин, еврей, патриот своего государства, убежденный, понимаете, премьер-министром не может быть человек, который не был бы патриотом своей страны, патриотом Израиля. Нет сомнения в том, что Эхуд Ольмерт является патриотом, убежденным сторонником израильской государственности, любит свою страну, любит свой народ. И вот я слушаю этого человека, который по идее должен был, ну точнее не должен был, а в свете вот последних событий, в свете того, что либералы российские разные начали, стали такими кровопийцами, стали оправдывать убийства, происходящие в Газе. И казалось бы, ну патриот израильский тем более должен это делать. Но вот Эхуд Ольмерт удивил своей сдержанностью, взвешенностью своей позиции, адекватностью, готовностью к переговору, к урегулированию, к мирному решению. Это вообще, конечно, радует, что в израильском истеблишменте есть такие люди, люди с такими взглядами, абсолютно адекватными, настроенные на то, чтобы договариваться. Понятно, что нынешнее правительство, власть Израиля, это, конечно, крайне правые, представители крайне правых сил, но есть там, оказывается, есть и вот люди, которые абсолютно не таких, то есть политические силы, которые не разделяют этим взглядом и которые вполне себе договороспособны, готовы к тому, чтобы реализовать проект «Два народа, два государства». То есть это такая парадоксальная ситуация, когда израильтянин и еврей, и патриот своего государства гораздо более сдержан, чем не израильтяне, не, ну я не знаю, конечно, по поводу их этнического происхождения, но позиционируют они себя все-таки как россияне и всячески высказываются против войны в Украине. Но вот почему-то оказалось, что эта позиция против войны, она только локальна. То есть нам-то это представлялось, как это люди, которые против войны в принципе, где бы она ни была, они против насилия, они против убийства, ни в чем не повинных людей. Оказалось, нет. Оказывается, война в Украине – это плохо. Война в Газе – это хорошо. Это ответные действия. Вот это вот кощунственная просто вот эта формулировка, когда перед тем, как упомянуть, что убиваются ни в чем не повинные люди и сказать, что это делается в ответ на что-то, тогда какие вопросы к пропаганде российской? Они делают то же самое. Они точно так же меняют слова, взрывы превращаются в хлопки, отступление в отрицательное наступление, а убийство ни в чем не повинных людей превращается в ответное убийство. Они делают то же самое. И те, кто позиционировали себя как антипропаганда, противостоящей пропаганде, превратились в такую же пропаганду, просто с другой стороны, просто в пользу других сил. Но это та же самая пропаганда. Это, конечно, хороший урок для всех нас, для всех людей, нормальных людей, которые понимают, что что бы там ни происходило, убийство мирных людей, это ненормально. Люди, обычные граждане, не должны нести ответственность за преступления каких-то отдельных лиц. И вот эти высказывания, они выбрали себе, это их власть, пускай теперь несут ответственность. Почему-то, когда то же самое в европейских странах или в Украине говорят про россиян, которые выбрали себе это правительство Путина, почему-то там звучат голоса совершенно иные. там сразу начинают рассказывать о том, что митинги запрещены, а как нам высказываться, а что делать, а вон сколько политзаключенных. Двойные стандарты. Это когда ты пытаешься усидеть на двух стульях. Я помню, как события начинались в Сирии. И тогда полным ходом шла украинская гибридная война в Украине, когда на Донбассе были различные российские прокси. И вот тогда тоже была такая ситуация, когда у россиян с методичками были проблемы. Они иногда их путали, что значит мы в Украине мы поддерживаем сепаратистов против официальной власти, а в Сирии мы поддерживаем власть против сепаратистов, террористов. И если бы они путали, то есть в случае, если бы происходила путаница в методичке, то можно было очень серьезно накосячить. И вот сейчас с многими либералами, журналистами произошло то же самое, когда в любом упоминании военных действий, если поменять, если перепутать Украину с Палестиной или с Израилем, Россию, в этом случае произойдет очень серьезный казус. Так что будьте осторожны. Хамас со времен Савка близко была с коммунистами, а нынче с Россией. Ребята, вот эти, знаете, параллели, которые сейчас проводят Хамас, Россия, Иран, это все на уровне обсуждения было бы нормально, если бы там не гибли люди. Каждый день, пока здесь идут эти разговоры, пока пытаются примазать туда Россию, Ирана, всех остальных, там гибнут люди, которым плевать на Иран, на Россию. Обычные люди. Посмотрите на эти видео, на фотографии, на материалы, которые туда публикуются. Это все, сейчас нужно говорить только об остановлении огня, о том, чтобы там не гибли люди. Нужно вот этот момент. Об этом все сейчас должны говорить. Не рассуждать там про какие-то остальные моменты. В первую очередь нужно остановить кровопролитие, а потом уже рассуждать, решать, что с этим делать. Есть там российский след, есть там иранский след, и что там вообще, как это было. Это именно так надо делать, а не коллективное наказание всех людей. Тумсо, как ты относишься к мирным жителям в Газии, которые сладости раздавали после теракта в Израиле, радовались, кушали сладости? Смотрите, я, если сейчас начну вот так вот копаться, здесь вот эти злорадствовали тем, а тут те злорадствовали этим. Сейчас, что мало тех, кто злорадствует событиям в Газии, мы, конечно, найдем подобные вещи. И там найдем, и здесь найдем. Но это, понимаете, когда наказание непропорционально преступлению, несоразмерно, то это преступление. То есть, если там кто-то радовался, допустим, скажем, убийству ни в чем не поминали израильтян, например, там кто-то радовался, и допустим, их было много. Теперь, в ответ, давайте уничтожим всех, кто живет в Газии, потому что там есть те, кто разделяют, допустим, вот эту радость, это правильный подход, это соразмерное наказание для этих людей, вот в вашем понимании. Почему ты и другие ваххабитские блогеры ничего не сказали об освобождении Карабаха? Что я еще должен был об этом сказать? Я же вроде бы прокомментировал, поздравил с этим Азербайджан. Что еще надо было сказать? Хамас, заведомо зная неэффективность той своей вылазки, просто бросил палестинцев на истребление. Конфликт надо остановить, но Хамас буквально дал зеленый свет, повод для бомбардировки безвинных. Как бы там ни было, что бы там ни производило, сейчас нужно остановить кровопролитие. Сейчас должны все говорить именно об этом, акцентировать внимание на это, что каждый израильский удар по сектору Газа, это сотни погибших, ни в чем не повинных людей, большинство из них. Если даже там будут какие-нибудь один или два хамасовца, то остальные это ни в чем не повинные будут люди. Поэтому сейчас надо в первую очередь акцентировать на это внимание. Я себе как это представляю? Когда весь мир говорит только об этом, о том, что погибают люди. Они, они, вот эти, знаете, двойные стандарты, когда даже видели там выбор, израильтян убили, а палестинцы погибли. Это настолько на самом деле лицемерно, это настолько двойные стандарты, и это ведь не забудется. Это не будет так, что сейчас вот это пройдет, потом все об этом забудут, а они забудут уже. Это слишком, это слишком преступно вот так вот себя вести. Если в целом ты, если ты в целом избирателен в вопросах убийства мирных людей, то есть ты считаешь, что каких-то можно, каких-то нет, каких-то конкретно нет, ни в каких вот, то есть этих нельзя ни при каком раскладе, ни в ответ, никак. А вот этих в принципе можно. Если ты вот так вот к этому подходишь, если у тебя нет четкой позиции, что в принципе ни в чем не повинные люди, не должны гибнуть, но никак. А если даже гибнут, если что-то случается, то это очень серьезный шум, за это должны нести ответственность. Это нельзя вот так, просто так спустить на тормозах. То есть если у тебя нет вот такого подхода, а ты сидишь здесь вот этих вот, мы в принципе не против, давайте вот этих убивайте, а вот этих ни в коем случае не убивайте. Если вот такой вот подход, то надо быть готовым к тому, что завтра то же самое будут говорить и про вас. Найдутся такие же умники, которые начнут точно так же делить, что вот этих вот можно, а этих нельзя. так, а с Хамас, что делать, твои предложения? Мало кто хочет гибели невинных людей, но это же про, но это же просто теракт, это военная угроза, и если ее не устранить, что помешает врагам Израиля повторить снова? Отличный вопрос. Вот посмотри это интервью, которое я опубликовал у себя в телеграм-канале, посмотри, что об этом говорит бывший премьер-министр Израиля, Эхуд Ольмерт. Ты пойми, что на этот вопрос ни в коем случае не может быть ответа замочить два миллиона палестинцев. Не может быть такого ответа. Что делать с Хамас, когда задается вопрос? На этот вопрос не может быть ответа, давай замочим всех палестинцев в Газе. Понимаешь? Ни при каком раскладе. Надо делать все, что угодно. Как угодно надо решать проблему, но ни в коем случае не убивая два миллиона палестинцев в Газе. А что, мало возможностей, что ли? Мало денег, что ли? Мало техники? В чем проблема? Если это, да, это, конечно, понятно, что это серьезно вооруженная группировка, но для борьбы с такой группировкой есть армия, есть спецслужбы, спецназы и все необходимое. Вооруженный до зубов, экипированный. И с огромной поддержкой финансовой очень мощного государства в этом мире. Какие проблемы? Заходить, точечно решать вопросы, но не уничтожать кварталы, которых, если и погибнет даже один Хамас, это не гарантированно. Но вместе с ним погибнут сотни ни в чем не повинных людей. Они также этот вопрос решают. Вы поймите, что вот эти вопросы, которые вы ставите, вот так, вам в ответ точно так же ставят и с противоположной стороны вопросы. Они тоже ставят вопрос, а как нам деоккупировать свою землю? Как нам свои эти земли вернуть обратно? И они тоже считают, что для них, что это нормально, оправданно, пойти, напасть на Израиль, убить ни в чем не повинных людей. Они тоже начинают так же мыслить. Еще очень важный момент. Те, кто допускают убийство ни в чем не повинных мирных людей в ответ на что-то, должны понимать, что те, кто убивали, те, кто, те на что вот вы отвечаете, вы считаете, допустим, что вы в ответ на что-то делали. Но когда они делали этот акт, на который вы отвечаете, они тоже его обосновывали тем, что они отвечают на какой-то ваш другой акт, который, возможно, был 10 лет назад, 20 лет назад. Они тоже вот так вот говорят. И когда вы, если вы считаете для себя возможным, просто поставив в начале вот эту приставку в ответ на и потом сказать, что можно убивать людей, то вы не должны тогда задавать вопросов, почему они точно так же убивают вас. Они тоже ставят вот эту вот приставку в начале, говорят, мы это делаем в ответ на вот тогда, помните, вы вот сюда вот, значит, ударили и там вот убили. Вот они точно так же будут руководствоваться. Здесь надо очень четко свою позицию сформулировать, что все, нет никаких ответов, не ответов, когда речь заходит о мирных людях. Отвечайте друг другу. Он, хамасовцы там, друг с другом. Разбирайтесь. Но не вмешивайте туда мирных израильтян и мирных палестинцев, а оставьте людей в покое. Я сказал, как есть, ваши герои погибали, их называли террористами, нас называли нацистами. Знаете, что, Холокост это спекуляция евреев, чтобы получить земли и деньги, ты боишься говорить плохо. Это немецкий солдат, германский рейх, ты сравниваешь несравнимые вещи, потому что нацистами вас не называли, ну, раз ты сам о себе так сказал. Нацистами называли сами себя на тот момент немецкая власть, национал-социалистическая партия называла сама себя нацистами, поэтому это не их называли. А мы, если мы говорим о чеченцах, никогда сами себя террористами не называли, на нас повесили, поэтому это разные вещи. По поводу спекуляции, там, это, короче, это не та тема. У меня нет абсолютно проблем, чтобы говорить об этих вещах. Просто я не не куплюсь на пропаганду, а то, что, понимаете, почему сегодня, вот, допустим, эти люди, которые я сейчас критикую, активисты нет в войне, там, журналисты, либералы и прочие, почему они сегодня превратились в пропагандистов? Потому что, когда им стало выгодно, то есть, они разделили, да, мир, грубо говоря, вот здесь есть хорошие ребята в виде, допустим, каких-то конкретных стран, и есть плохие ребята, Россия и любые страны, союзники России, плохие ребята. И потом, если где-то вообще в другом конце мира происходит что-то между какими-то двумя странами, и одна из этих стран, ну, выстраивается картина такая, что одна страна с этими, которые плохие, ребята ее поддерживают, то есть, у нее с ними какие-то там отношения, а у другой страны с этими хорошими, которых мы считаем хорошими ребятами, то мы сразу окрашиваем тот конфликт, вот в эти цвета привычные для нас, ага, эти дружат с этими, значит, они плохие, а те дружат с этими, значит, они хорошие. Но, увы, так не бывает. Точнее, бывает, но не всегда. Поэтому, если ты вот так просто из-за этого начинаешь комментировать, занимать какую-то сторону, то ты превращаешься в такого же пропагандиста. Поэтому здесь такая же ситуация. Мы, вы, от того, что сегодня те, кого тогда геноцидили, начали сегодня применять методы геноцида против других, это не значит, что тот геноцид, который над ними был, теперь становится оправданным, понимаете? Нельзя вот так вот разделить, ага, все, тогда я передумал по поводу того, давай, значит, мы там пересмотрим эту историю. Так это не работает. Ну, работает для кого-то, для меня нет. Субтитры создавал DimaTorzok